ребята привет тяжело это как вы поняли следующий день после того как я уже второй раз пошел к специалисту мануальщику терапевту ну там мануальщик терапевт он делает массаж он ставит магнит и делает инъекции если что и корректирует позвоночник короче облегчение особого нету даже после того как я пропил все эти таблетки которые он прописал из вчера их купил я их выпил три штуки вчера сегодня уже одну принял и вообще улучшение особых я не ощущаю он говорит что это конечно спазмы мышц и что не должны расслабиться ну и прописал для этого таблетки на что тоже нифига не помогают как и укол я даже не знаю что думать она скоро таки путешествие и вот эта вот ситуация она застопорила буквально все немножко потому что я не могу нормально сидеть нормально двигаться ходить то надо естественно хоть как-то но каждое малейшее движение это боль в спине причем боль дикая боль не просто так чё-то побаливает крепотурка это реально очень больно и ну мне сложно описать конечно такое состояние я надеюсь все же что это в скором времени пройдет чтобы как-то стимулировать еще больше знакомые посоветовали обратиться к остеопату остеопат немножко ну для меня это вообще дико что что делает остеопат как он работает я знаю там каста правда он ровняет кости по сути до вправляет там мышцы работает с мышцами а остеопат он по сути но я уже немножко почитал об остеопатии в википедии хотя там тоже никакой конкретики нифига не написано вот что конкретно он делает я так и не понял он вроде как работает с тканями да со всем организмом с внутренними органами вот ну для меня это немножко дико потому что я вот до конца если чего-то не понимаю я этого стремаюсь немножко потому что ну костоправ понятно в правил массажист понятно там помассажировал тебе стало легче что делать остеопат иголки я так понимаю немножко другое это тоже мануальная терапия по сути с использованием всяких средств но знакомые говорят что он делает это без боли вообще то есть и ровняет позвоночник и вправляет там тиски но как-то это все делает тоже как-то руками но совершенно безболезненно и вот я отряд знакомых услышал что им помог буквально там за три минуты остеопат там буквально что-то даже они с детьми работают потому что это не там я так понимаю грубая физическая сила но я могу ошибаться я этого не знаю в общем знакомые посоветовали обратиться к этому остеопату он стоит конечно прием дофига стоит 1600 гривен за один сеанс вот но знаете когда вам хочется решить проблему уже на деньги ты по сути внимания не обращаешь поэтому я сегодня записался к нему поеду также возьму с собой отца потому что у отца тоже есть проблемы по ноге и скольким он обращал не обращался специалистом реально ему помогал тот который мы ездили в трипоре который мне по сути по спине помогал но он каста прав ну по сути нет разъясненная медицина руками работает все дела вот он реально помогает но туда реально далеко ехать раз не факт что он быстро примет 2 и не факт что он сможет там тоже сделать то что не могут сделать эти потому что он занимается тем же самым что иммуномальный терапевт единственное он там знает быстренько там точки все спине может это быстро устранить так вот отцу вот тот из триполья помахал но эффект был короткий то есть он сделает отец выходит там радостный классно боль ушла с ноги это проходит неделя все возвращается вот но папа тоже говорит ну давай съездим к остеопату может он что то другое скажет папа уже столько столько всех врачей переходил что в сказке сказать не пером описать врачи разводят руками узи все все типа нормально там делали в соответствующих клиниках столько уже денег отдали за это все и ничего не помогает тоже как болела так и болит обратимся еще к этому специалисту может он действительно хорош я кстати в когда читали об этом специалисте несмотря на то что нам него посоветовали все равно пошел в фейсбуке просмотреть он ну есть своя страничка и ребята у него были из 95 квартала то есть я не думаю что они пойдут к человеку который не шарит им наверное тоже порекомендовали а знаете вот эти все звездные ребята они ходят только проверенным к действительным качественным специалистам вот поэтому но я не буду говорить кто именно там был из 95 квартала вот вы его знаете он был и в слуге народа тоже снимался один из актеров поэтому ну проверим сегодня съездим посмотрим как это будет и даст ли это эффект я по телефону с ним говорил он говорит что в принципе за один сеанс ну нужно смотреть не на протачил ли вам мануальный терапевт что-то но в принципе за один сеанс попробуем поубрать спазм мышц или но ему обрисовал в двух словах что типа произошло говорит ну надо смотреть приезжать что что правильно мужа по телефону все равно ты ни черта не объяснишь в общем сегодня едем туда на процедуры там процедура длится тоже больше часа посмотрим состояние болезни состояние выздоровления состояние там активной фазы выздоровления до начальных болезней начальной стадии болезни болезни и состояние выздоровления и активная фаза выздоровления то есть четыре паттерна основных как часы тысячи стрелка становилась мы что-то же делаем этом батарейку меняем или чиним их как-то вот и человек ходит проживает сутки вот этих четыре состояния и болезнь наступает тогда когда состояние как человек раз и замерзает в этом состоянии на это есть причины причины есть основной физический фактор поднял ударился травмировался второе это химические отравления токсикации и третье это самый распространенный психический то есть стресс и мы проживаем в мегаполисе в котором жуткая суета стрессы то есть здесь очень стрессовый фон гораздо высокий в принципе во всех мегаполисах можно все вместе в сочетании да то есть получается состоять человек ловит один определенный паттерн этот паттерн уже физиологически определяется натяжением цепей мышечных как сказал товарищ массажист то у нас допустим с точки зрения там остеопатии биодинамики внутренняя подчинять внешняя сперва будет инстинктивное сжатие на органах внутренних то есть это в первичной артерии нервы не артерия сжимается вот эта гладкая мускулатура нажимается вот так то есть сжатие и в торзе уходит то есть могут сосуды резко сжаться все там венозный отток по одной стороне нарушен и то есть человека там левосторонний паттерн затянут по левосторонне или он пережил тяжелый стресс нежный селезеночный угол зажимает идет нарушение вегетатики всей и ну то есть но на селезенку может затем быть то есть есть еще другие нюансы это уже фантомные травмы то есть если при ударе сильном когда-то машина сбивает человека или авария какая-то то есть фантом отодвигается от тела как бы получается рассинхронизация первичного дыхания и центральной нервной системы то есть это цикл 12 ритмов в минуту это как крайне-сокрайный ритм ну у каждой системы определенные свои ритмы каждой болезни тоже эти ритмы уже другие скажем так детей совсем другие ритмы ну то есть состояние человека смотрится на здесь и сейчас то есть неважно что у вас там три года назад грыжи были на данный момент мы смотрим так вот как вот есть вот если вот допустим боком после повернуться здесь присутствует видно сразу очень сильная впадина здесь находится перикардиальные связки и легкая а вот эта складка морщина если мы обратим внимание ну присутствует легкая легкая вот сосудистая трофика тому вот артерии это означает то что как раз бронхолёвочные заболевания были а вот эта складка синусом синус в котором легкая поджат и здесь в интимной связке перикардиальные связки и легкая поджата легкая здесь как бы ну очень вот момент тут мы сейчас вот этот момент до запомни это очень такой серьезный момент перикардиальные связки допустим вот мы берем и начинаем тестировать по позву по задней линии по задней линии правая нога утянута по передней линии по передней тоже право здесь видно по мышелкам видно высотам еще куда то есть пальцы насколько палец выше и точно так же вот возьмем под косточками раз на целый палец чувствует здесь что у нас мы видим этот палец ниже подошли ну и вот основное то что я сразу заметил синус он идет до 12 до 11 12 а синус самжат вдох вообще легкий не открываться выдох вдох правая легкая вообще не дышит видно да не поднимается авенозный отток полевой стороне все принципе здесь уже работать да я могу работать как бы вообще чтоб не было заметно да то есть не я работаю сейчас специально для вас вы понимали чувствовать что-то я буду так сесть никто не заметит демал даже сессии фишка в чем что здесь конкретно спаечный процесс политарной висцеральной плервы между синусом легким перикардиальной связками легкая пищевод перикардиальной связки и трахея пищевод сейчас чуть-чуть легкая отработала чувствуется сзади по полу да да потому что идет ручный процесс он тык 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 начинают легкие шевелиться человек по сути не делает ну какие-то ни в коем случае не в резких движений в правлении ничего этого я наблюдаю дыхание первичное дыхание легкого да да интересно вы это все увидите глазами или нет да во первых ну видно по дыханию как идет в дыхательная волна по телу вот она заходит дыхательная волна и вот где она останавливается человек устроен по принципу флейты дыхательная волна должна проходить по телу то есть она входит по телу выходит и снова входит в человека вот если какая она вышла такая она и зайдет то есть вот это как бы вот этот тонкий ресурс он как бы есть тонкий материальный ресурс он как бы есть наши потенциал ресурс наша потенция и вот если вы там идут сбои то тело начинает в эту дыхательную волну по-любому если не будет волны то как бы тело это все включен лежишь это все ощущаешь по сути к тебе просто дотрагивались руки ну идут назад сидел вот у плечи это я еще за голову у плечи были какие-то ощущения тоже да вообще очень там где касались рук такое как будто действительно чем-то прислонись на первых тепло да и руки как два манипулятора через которое что-то тоже происходит знаете некоторые вещи да их некоторые вещи как бы не пишешь ли не заснимешь и зарегистрируешь потому что мы ну если не рассматривает нас там в линейном времени да то мы как бы не условием физически а метафизически то мы получается многомерные получается приборы все к сожалению в трехмерном измерении работают для того чтобы вот еще до сих пор никто не не смог зарегистрировать эфир взвесить или до сих пор нету такого оборудования даже такой есть легендарный ядерный физик лишили всех званий там профессором там медицину более значил в раз биохимии разбирается гермалу биохимию корректирует человека за что собственно там был посадок болотов борис усилич вот он таблицу менделеева разобрал на 20 тысяч химических элементов таблица лежит в пентагоне и в питерском музее сам он живет под киевом дедушка интересных я своими глазами вилка с воды раз добывается жена моя со мной было присутствует киев газ приезжал на анализ газ брать выдали ему сертификат что в его газе содержится множество множество газов и у вас не взрыва опасен поучились победят этому все еще учиться и учиться я но это конечно это только как бы прикосновение новое направление называется биодинамика то есть это высшая высшая школа остеопатии собственно естественно учеба только в Питере прошел в Москву и Питер в свое время не приезжают к нам сюда не специалисты из Америки это школа в которой я учу английская школа в Америку я не поеду допустим идет вот сейчас раскрутка и появился фуркум в пространстве но искать я буду не глазами я буду искать вариант позвоночник буду искать фуркум в пространстве вот я его нашел там я сейчас буду синхронизацию делать легкого фуркума и фуркума я был в одной женщине в Закарпатье она положила руки на спину как два утюжка сама худая худосочная такая и я сразу встал и пошел действительно оттуда еле заехал да но если бы этого я тоже за 16 лет собственно так практикую но первую очередь надо знание можно синхронизировать не с тем чем надо можно синхронизировать или не синхронизировать допустим остеопаты тоже неплохо работают я же сначала кинезиотерапией занимался через движение очень классно людям нравится заниматься упражнением но многие вещи не разруливались хотелось бы интересно было бы как да и как бы кинезиология я сама по себе ну там дают перечень тестов тестируешь не выявляешь человек болит тестируешь не выявляю ну то есть приходится делать находить самому и потом задним числом себе там это уже остеопатия когда находишь сам делаешь то есть по мере того что нашел сделал что может болезнь вообще прийти из прошлой жизни ну элементарно это же до недавних пор это все секретно было сейчас это все потихоньку проявляется например вот сейчас рассекретили дошло вот например когда ваша мама бабушка была беременна вашей мамой то вы уже были у нее в яйцеклетке мало ли что бабушка расплачивание строится это все отпечатается на генетическом потому что это написал что небесная матрица и все травмы и случаи не прописаны и как бы болезнь проявляется с предвестием просто мы это не понимаем этих моментов а потом тогда болезнь легкие на 90 процентов состоят из эластинов то есть эластиновая ткань то легкая в эмбриогенезе формировалась не на вдохе а на выдохе и всегда она будет стремиться в выдох легкая как легкая она там движется между собой они вот двигаются и двигается по синусу трется то есть все везде движется природа не терпит пустоты но при каких то условиях происходит фиксация между плервами и допустим на кт это может выглядеть как затемнение это затемнение они от фантазии врача или от рентгенолога будет зависеть диагноз этот диагноз может быть туберкулез и саркома легких у меня такой был человек который там 9 сеансов химиотерапии прошло оно не помогает а все хуже хуже мышечная инновация утухает утухает уже обратные связи как у 90-летнего были а и выглядело собственно так не очень я начал отрабатывать легкие ну ритм проверил во-первых там рак и ритм первичный они там очень-очень разные очень такой тяжелый ритм может быть если есть он как бы там если у здорового 12 то у больного может быть и 6 и 8 точно так же у моего ученика там в инваспорте заболевал бронхитом проверили на медкомиссии увидели затемнение отправили на МРТ сказали у тебя туберкулез отправили на МРТ мы тебя на соревнования не допускаем я говорю перед МРТ зайди ко мне не было скрутил все то есть и вот даже если бы эту концепцию взяла бы медицина что допустим надо рассматривать вот столкнулись у самого двое детей приходим на обязательное УЗИ в какой-то крутой центр на оба героя Сталинграда сидит эта барышня на УЗИ такая молодая ну видно что во-первых сама не имеет детей во-вторых ну как бы я говорю вот она там говорит вот что-то лоханки у эмбриона еще пока лоханки там что-то начинает уже диагнозы стали подождите а если ребенок не пописал лоханка не опустошилась ну такое типа ну может быть то есть то есть а если бы другой человек они бы сразу начали бы беременной мамашей начинать назначать что-то второй момент я говорю а вот ну вот вы на УЗИ вы смотрите вы эмбриологию изучали и чисто инструкцию по использованию у меня там фармакологисты какой-то пусть 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 от спайки отходят у меня говорит там чисто профильная инструкция по эксплуатации вот эмбриологию на каком этапе они не не знают тут интересно чего пошло видно да интересно плечом как раз сюда ну что ребят вернулись мы от остеопата сразу скажу он работает совершенно по-другому не так как костоправ он работает с энергией он работает с твоим энергическим полем он опять таки открывает те зоны к центрам силы которые перекрываются то есть он работает с артериями он по артериям типа прогоняет волну как говорится и смотрит где есть закупоренные там спайки или какие-то недочеты и это все дело выправляет это все делается безболезненно вообще наложением рук то есть он ложит на тебя руки и соответственно идут внутри какие-то процессы вот это самое удивительное что он по сути что-то делает и ты не знаешь что именно потому что ну я понимаю массажист да он делает массаж я понимаю костоправа он вправляет вот тут он тебе просто держит руку на определенной части тела и ты ощущаешь какие-то процессы внутри что-то там покалывают перекатывается идет тепло то есть ну это техника это хорошая техника высший пилотаж это работает с энергетикой не знаю насколько эффективно оно будет но по отзывам у этого парнишки реально крутые отзывы чумовые отзывы вот и даже папа когда вот тоже лежал на столе там видно как эти процессы идут и папа не мог палец согнуть в один прекрасный момент так раз 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 пальцем делает остеопат вот александр говорит а что у вас занимала рука папа говорит да нет я просто так раньше сделать не мог то есть уже какое-то улучшение потом едем еще домой говорит в шейных позвонках тоже ощущение лучше стали то есть меньше болеть начало шея и что-то еще то есть какие-то процессы уже идут ну дай бог если она конечно поможет сразу скажу по себе как спина болела так и болит вот он говорит на эти изменения то есть полностью перестроил энергическую структуру тела он говорит чтобы эти изменения вступили в действие нужно 72 часа плюс нужно не заморачиваться по поводу того посещения других врачей говорит костоправу забывайте дорогу туда мне надо ходить с другой стороны говорит что тоже тяжелого ничего поднимать не надо вот этот уровень адаптации вот за это время тело может колбасить по сути оно может там бросать в шар там холод какие-то метаморфозы происходят поэтому тело приспосабливается все энергическую решетку структуру подстроил и теперь основное дело за малым за телом чтобы оно начало там как-то выправляться вот не знаю хорошо это или плохо как оно подействует подействует ли вообще то есть я погода разницы ну не вижу может чуть-чуть в плане стало действительно легче но это может быть связано во-первых с массажами которые мне делал мануальной терапевт корректировщик а во-вторых с таблетками которые я пью и которые уже влияют может быть на мой организм хотя раньше они не действовали за один день не действовали а второй день уже более-менее и вот я немножко чувствовать себя стал увереннее вот сегодня мы даже на машине ехали к остеопату а раньше я не мог даже ну нормально проехать за рулем была дикая боль сейчас тоже болит но меньше болит кстати корректировщик тоже грешит на спазм мышц и говорит что они там сами придут в 3-5 дней и должны восстановиться но опять таки как перекос есть он наверное сейчас есть у меня не знаю вот но то что вот остеопат делает за счет вот энергетических пасов просто у тебя лежит рука на на груди например да смотришь волна идет по груди там в сторону плеча вот реально такая ну просто поразительно интересно я материалист в принципе и в такие штуки верю конечно но предпочитаю все таки понимать как это работает и убеждаться на практике но еще в какой-то момент я тоже ну я же увлекался эзотеризмом аурой человека там пробовал разные упражнения и так далее я вот тоже обратил внимание вот половичок лежит внизу я сконцентрировался смотрю и реально пространство колеблется я понимаю что что-то тут происходит какой-то процесс идет я ему так сквозь это сказал он говорит ну да ну понятно говорит я вообще не знаю это же влияет и на окружение говорит я не знаю как работают кто там люди по соседству наверное их тоже штормит иногда но вот реально ты смотришь и у тебя как бы пространство вот так вот волнами то есть оно говорит там расширяется сужается и вообще это очень интересно очень интересно в общем наблюдаем за результатами что это будет вам расскажу какой-нибудь в следующем влоге наверное ну что следующий день после остеопата вчера мы были вот собственно он вчера меня снимал смотрите видно что-то улучшение визуально хотя бы фиг его знает в самом деле ноль говорит что ровнее вроде стал или нет или нет как м Biden ну не ну ну Субтитры подогнал «Симон»